12-е, 10-е, 20-е, 24-й год. Вы на Бошем канале с Олегом Соскиным. Чрезвычайно много разных происходит процессов, событий, как звенья разных трендов, разных мейнстримов. Ну вот как-то меньше сейчас почему-то в Украине, я смотрю, да и вообще так в западном как бы потоке отслеживается, на мой взгляд, чрезвычайно важный мейнстрим, это целый мейнстрим, это то, что по сути началась дестабилизация уже открытая Кавказа. Я, собственно, вам когда-то это описывал, что это должно быть и помнится один из общественных таких очень серьезных деятелей культуры Российской Федерации, ну он и в Советском Союзе был очень известным человеком творческим. Он сказал когда-то прямо в глаза Путину, не так уж давно, что лучше Кавказ отпустить, потому что он, собственно, выпадает из этого тела нынешней Российской Федерации. Путин, ну тогда это очень не понравилось, и там эти кавказские, так сказать, представители, и, по-моему, и чеченцы тогда выступили против него с угрозами и так далее. Но, тем не менее, он оказался абсолютно прав. И сейчас, по сути, начинается уже открытая фаза внутренних столкновений между такими, как бы, ну как их назвать, субъектами, скажем так, кавказскими за главенство на Кавказе. Это Чечня, это Ингушетия, это Дагестан. Понятно, что Ингушетии самой трудно выстоять в борьбе с Чечнею, тем более, что ее, ну, вскормил и Кадырова, Рамзана, Померзана, и все эти тейпы правящие стали очень богатыми. Это Путин. Зачем он это делает? И делал это безумие, потому что это удар по славянскому этносу колоссальный. По сути, это он, ну, как бы, взял и вылил помои на тех ветеранов славянских, которые обеспечивали победу Российской Федерации, Путину, собственно, в этой последней чеченской войне. И сегодня Чечня, конечно, вскормлена колоссально, как антипод славянству, православию и христианскому парадигме. Причем это такое, знаете, как бы исламское вуду такое, потому что, ну, понятно, там Адат по полной программе идет, вот в самой Чечне внутри, и, ну, прикрываются они, типа, вот этим исламом сунецким. И почему Адат? Ну, вот последнее то, что заявил Каримов на совещании с силовиками, там полный экзал сидел, представляете, как их вскормили. Это же просто какое-то безумие. Это, фактически, зачем же было тогда против Чечни вести такую тяжелую, кровопролитную последнюю войну в начале 2000-х, чтобы прийти к такому же результату, только дать им современнейшее оружие, знания, методики, стратегию и вскормить такую, вот, скажем так, исламско-адатскую армию. Ну, как бы тут такое дело, мы же не знаем, что там у Путина и у тех, кто за ним в головах. Но, тем не менее, это произошло. Почему Адат? Тут Путин, этот, Рамзан Померзан, он везде так, как бы, показывает, что он, типа, лояльный, он сторонник Путина. И Путин додумался, когда украинское подразделение, украинские зашли в Курскую область, куда он поехал? Он поехал именно в Чечню, помните, да? И там целовал Карам, пошел в эту мечеть, пошел там, принимал эти все, там делал эти все, как бы, их, типа, обряды. Ну, то есть, вел себя абсолютно недостойно, совершенно не, это недопустимо для христианина православного, абсолютно недопустимо. Ну, как вел, так себя уже и вел. То есть, он практически осветил таким образом Агарян. Видимо, он в этом не секет, он считает, что кагибисты могут, что угодно вытворять, как говорится, и Богу Свечку, и всем остальным Кочергу. Ну, это он и сам будет за это, как бы, отчитываться. А вопрос в другом, что Кадыров заявил, что он начинает кровную месть против трех человек. Он их назвал фамилией, два депутата с Думы, один сенатор от Дагестана. Как известно, что ингуши сейчас, они, как бы, соединились в одну такую, ну, определенный альянс с Дагестаном. В Дагестане там разные национальные этносы, там нет же такой, такого этноса, как дагестанец, нет. Это просто называется, там, как оно, страна, там, Угор, или как оно там, где-то так называется, Дагестан, да. А там есть лизгины, там есть еще там разные, ну, в общем, посмотрите. Там очень пестрый состав, очень пестрый. Ну, что их отличает, это желание как можно больше зарабатывать денег. Плюс какие-то, они там, там сильное движение ваххабитов, там сильное движение вот этого исламского государства, это среднеазиатское подразделение их. Помните, да, там, когда один из, там, два сына было. То есть целая группа исламского государства, представителей, когда они постреляли, там очень много, как куропаток расстреливали, человек, тридцать, расстреляли представителей дагестанских этих спецструктур. Вот, потом уничтожили очень древнюю синагогу, перерезали горло православному священнику, нанесли очень серьезный урон православным храмам там. То есть там очень тяжелые настроения. И сейчас там разворачивается очень сложная такая уже открытая линия противостояния, после того, как, ну, она как бы проявляет, она уже много проявлений есть в Блэкберри, вот это вот между этой женой кореянкой и этим ее мужем бывшим, как бы дележ, что она, как известно, когда там произошел пожар в этой их маркет-компании, она попросила помощи у вот этого миллиардера-сенатора от Дагестана в Сенате Российской Федерации. А он попросил помощи у лично Кадырова, которого он тоже, как бы, видимо, знал близко. Там описаны эти все истории, но это не имеет значения туда вникать. Оно уже развивается своим чередом. Помните, потом было столкновение уже непосредственно в офисах там, и там погибло несколько двое ингушей и охранников. Ну, и тогда началось, как бы, возмущение населения Ингушетии, когда тела их привезли, что надо кровную месть устроить. И вот оно все дальше-дальше расходится. И в этой связи очень важно то, что произошло буквально, ну, когда сейчас я скажу вам, это очень серьезное событие. Это вот этот, он был зампредом Алиханджиев Шерип Усманович Алиханджиев. Он родился в 1966 году и он родился в Чечне, в Шелии, там руководил этими всякими структурами, райадминистрацией. Получил, кстати, он от этого Путина орден получил, замужество там, да. Вот, достаточно молодой он человек, конечно. И, да, в 1966 году родился, получая, 13 мая. То есть он, собственно, получается, это ему сколько лет? 24, 28 и 58 лет получается ему, правильно? Да, и получается, что он достаточно такой человек, серьезный. Вот, и что у него? Вот, Шерип Алиханджиев получил, вот, сейчас это огнестрельное оружие, буквально вот вчера там или позавчера. У него собственный дом в Подмосковье, собственно. Он был, в последнее время, был помощником у генерала Шаманова, который является депутатом Госдумы. Он ходил по разным и ЛДПР, он ходил, депутаты пробовал, и там по родине ходил этого, который Рогозин возглавлял. Но его, Алиханджиев, его очень сильно, он был ближайшим соратником отца этого самого Кадырова, Ахмата Кадырова. И он во Вторую Чеченскую войну, он серьезнейшим образом поддерживал этого Кадырова-старшего. С 96-го по 2004-й год, то есть 8 лет, он возглавлял Шалинский район Чеченской республики. Был первым замом председателя Госсовета Чечни. Воздумыв, пробивался, но не получилось у него. И с 2006-го года человек занимал должность зампреда правительства Ингушетии. Потом еще пробовал там куда-то и так далее. Но сейчас вот еще раз подчеркиваю, что он был помощником у Владимира Шаманова. Это очень серьезно. И вдруг его в доме пробрался к нему неизвестный какой-то стрелок и его ранил. Причем такие как бы достаточно тяжелые ранения. Ну и Путин ему, вот видите, вручает орден. То есть это абсолютно нерядовой человек. Но что интересно, что против него выступил этот самый, как он называется, Рамзан Кадыров. Поскольку назвал он в 2007-м году, было интервьюером Зана Кадырова, где он назвал Алихаджиева преступником. И заявил, что в Чечне он проходит по уголовному делу. Представляете? То есть тут как бы раскручивается очень такое серьезное какое-то противостояние. Причем Кадыров же этот знает, что это орден мужества и там и так далее. И один из тех, кого угрожал Кадыров, что это и как ее кровной местью, один заявил, что это неправда все, что он не участвовал в этих всех разборках. Интересов его там никаких нет и так далее в этой компании, этой кореянке. Но дело тут совсем еще и в другом. Это то, что сегодня в Ингушетии, сейчас точно скажу, что тут очень важно, такие вещи происходят, конечно, колоссально важные. Что произошло нападение на автомобиль и несколько человек было убито. из отряда, которые борются с экстремистами. И здесь для нас что еще важно? То есть это произошло ранение буквально когда? Десятого. То, что произошло с этим заместителем, помощником этого Шаманова. Но дальше, что власти Ингушетии сообщили, что начались какие-то призывы к беспорядкам. И все большие угрозы идут от Кадырова, пошли вот кровная месть вот этому Сулейману Керимову и депутатам. Но Керимов миллиардер. И он поддержал вот эту собственницу Блэкбери Кореянку. И тут получается, что Кадыров объявил кровную месть этому сенатору Сулейману Кадырову. То есть Керимову. Параллельно, ну и двум депутатам Госдумы из Ингушетии. То есть фактически создается альянс Ингушетии и Дагестана против Чечни. Барахоеву и Резвану Курбанову. Бекхану Барахоеву. Каримов промолчал по поводу этих высказываний Кадырова. Но создан теперь в его поддержку телеграм-канал. Барахоев тоже промолчал. А Курбанов сказал, что он тут ни при чем и так далее и так далее. И был создан канал в поддержку Керимова. И его даже прорекламировал официальный аккаунт телеканала РГВК Дагестан. И начал он быстро набирать обороты. Но дальше развиваются события еще более жестко. Это то, что происходит вот этот удар по этому автомобилю. И погибли, собственно, там бойцы. Но и это еще не все. Нам надо вспомнить следующий момент, очень важный. Это то, что заявил так называемый МИ-5 руководитель. Молодой парень такой он достаточно. Ну и не забываем же, что все время идут эти выступления вот этого Алаудинова. Потому что там же подразделения чеченские, они находятся в Курской области. И там они очень как бы участвуют, там все время в боях этих и так далее. И Резван Курбанов, он один из депутатов от Ингушетии, официально заявил у себя на этом самом, что он отрицает. Он говорит, что он участвовал в подготовке на жизнь, он говорит, уважаемого Кадырова, Розана Ахматовича. И тому свидетель Всевышний в Телеграм-канале. Он сделал видео такое. Ну и он говорит, что придет время, справедливость восторжествует и типа там та-да-да-да-да, как всегда. Но вот эта Wildberries компания, она уже теперь, по сути, по-любому контролируется. Там главный, как я понимаю, бенефициар – это вот этот Сулейман Каримов с Дагестана. И там идет усиление столкновений. Таким образом, мы можем говорить, что фактически включилась, я так понимаю, спецструктуры английской спецслужб и Британии, и Франции. Они имеют очень большие позиции на Кавказе. Это произошло, видимо, уже раньше, но сейчас произошла активизация после поездок Зеленского, боев Курской области и главный Сулейман.